Глава Чувашия провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами районов и городских округов. Темой разговора стало освоение средств дорожного фонда, выделенных муниципалитетом на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию дорожных объектов, а также на организацию и обеспечение безопасности движения. С руководством Шумерли этот вопрос обсуждался во время личной встречи. Михаил Игнатьев напомнил недавно избранному главе администрации города, что работу необходимо ускорить. В общей сложности было выделено на эти мероприятия по формированию комфортной городской среды в пределах 21 миллиона. Деньги мы эти практически освоили. Сейчас просто на стадии завершения работы мы ждем фонари. Нам осталось установить освещение в парке и на некоторых дворовых территориях. То, что касается развития транспортной системы, у нас по этой программе выделено в пределах около 31 миллиона рублей. И здесь мы эти деньги тоже освоили. Один из вопросов, находящихся на постоянном контроле, выполнение майских указов президента страны. В 2017 году на повышение зарплаты работников дополнительного образования и культуры муниципальных учреждений направлено на 226 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. В текущем году должен быть обеспечен рост заработной платы педработников общеобразовательных учреждений на 8%, дошкольных на более чем 9%, учреждений культуры на 20%, педагогических работников дополнительного образования почти на 14%. Глава республики напомнил, чтобы регион мог рассчитывать на федеральную финансовую поддержку, все заданные показатели должны быть достигнуты. Не остался в стороне вопрос ввода жилья в эксплуатацию. По вопросам этого года, объем строительства многоквартирного жилья составил более 300 тысяч квадратных метров. Михаил Игнатьев поручил Минстрою Чувашии совместно с администрациями районов и городов усилить работу по достижению плановых показателей по вводу жилья. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.